друзья всем привет сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу сотового меда частности упаковки сотового меда своим скажем так поделиться своим бюджетным вариантом который я нашел по своему региону по своей местности дешево качественно красиво постарался под таким девизом и лозунгом все это дело сделать значит как я говорил в моем регионе в принципе сотовый мед спросом не пользуется могу привести пример если взять какие-то временные рамки то года за три последних три года я не продал вообще в принципе ни одного сот но не рамки сотового меда есть у меня там соседи которые как-то приходили спрашивали там есть или нет но я миссис на за бесплатно отдал соседями надо дружить люди нормально поэтому отдал им бесплатно а вот так когда приходит покупать центрифужный мед предлагаешь им не хотите там взять от сотового меда посмотреть то 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 там вообще никого этот продукт не интересует спрос в принципе нулевой и решил я правда все таки еще раз попробую дать сказать этому продукту может быть второй шанс я не знаю как это попробовать распространить его продавать его через местные магазины то есть не последний на пасеке а через магазины но для этого соответственно надо как-то его формить придать ему симпатичный внешне красивый вид чтобы заинтересовать покупателя может быть таким образом люди распробую будут брать сотовый мед поэтому бюджетный вариант буду запускать пробную партию не знаю еще сколько рамок но небольшую партию запущу чтобы посмотреть что значит из этого получится начнем первое это рамки купила такие вот рамки рамки из трехслойной фанеры стоят такие рамки 19 рублей есть такие рамки еще деревянные делают ну вот у меня в городе продавались вот такие рамки рядом магазин находится в пяти минутах поэтому выбор упал на них опять-таки потому что близко дешево если закупать в других где-то каких-то там интернет магазинах или еще прочее прочее и деревянные там пластиковые рамки то это соответственно будет дороже учитывая доставку транспортных компаний купил потому что это близко дешево дешево других нету скажем тогда вот были такие с 19 рублей рамка фанера говорят нам якобы это значит лазерная резко тут все сделано но лазерная лазерная скажу честно здесь есть косяки миллиметр туда миллиметра сюда они гуляют и не всегда идеально вот эти вот крепления пазы да здесь вот например то у меня бумажка вставлена не всегда идеально то есть они здесь входят поэтому по качеству я бы не сказал что они сто процентов хорошего качества значит присутствует здесь вот такая вот паз зуб для для установки лучшего установки в рамку 145 не знаю как это будет влиять но сделан такой паз для дальнейшей правда упаковки он будет мешаться его надо обрезать будет но это несложно а чтобы вы понимали по размеру это вот две рамки это 145 рамка то есть если разместить две рамки вот это 145 рамка будет а почему именно такого размера я считаю что это наверно самый идеальный такой размер для продажи где можно играть будет ценовой то есть ценой в ту или иную сторону есть рамки 1 3 есть рамочки от размера в половину этих рамок много всяких просто маленькие рамочки но поскольку их продать по 300 рублей их брать никто не будет продавать по 100 рублей а затраты на ту же самую упаковку время человека час все это но это просто нерентабельно нет смысла а вот такие ну если в них помещается около полкило верить производителю я правда сам еще первый раз буду пробовать полкило около 500 рублей то есть можно играть плюс в одну в другую сторону и такой размер мне кажется наиболее идеален это что касается рамок следующая упаковка это какая-то защита от пыли и там подтекание меда решил использовать полипропиленовые пакеты с клеевой с клеевым краем эти пакеты подходят для пищевых продуктов но есть одно но есть которые не подходят то есть когда будете если покупать то есть обращайте на это внимание не все подходят для пищевых продуктов стоит такой пакет около рубль штука и продается он то есть по штучно его можно купить не надо большие партии покупать почему остановился на них есть еще варианты использования вакууматоров есть еще там термоусадочные пленки стрейч пленка можно замотать почему остановился на них ну во первых опять таки то есть купить их легко и просто цена доступная то есть дешевле всех других вариантов для небольшой пробной партии то что надо в дальнейшем если конечно там что-то продукт заинтересует покупателя да то есть можно будет что-то уже и думать может быть купить специальный вакууматор там еще что то есть вложиться как бы да в это дело сейчас пока не вижу смысла то есть это самый оптимальный вариант цена деньги кстати да может быть и в дальнейшем если дело пойдет буду использовать эти пакеты то что в принципе основное что я предъявляю к этой упаковке это вот действительно чтобы защитить от попадания там пыли грязи сот сам продукт наш и случае мало ли если где-то там надавила что-то помял чтобы он не протек оставался внутри этой упаковке вот и все более ничего не надо если кто-то скажет что вакуумная упаковка например это здорово а мед будет храниться там долго долго друзья скажу прямо мне не надо чтобы мед хранился долго долго мне надо чтобы человек его взял скушал пришел еще раз еще раз и еще раз чтобы он не улежал не больше года скажем так каждый год человек обращался брал мед вот и все поэтому вакуумная упаковка мне не нужна плюс вакуумной упаковке 10 хвостики остаются которые жесткие они мешают потом это вот например вот у меня полежал в упаковке да это две недели уголки уже примялись все идеально держит форму точно хорошо держит форму потом привык привыкает и ничего нигде не будет торчить все будет идеально гладко прилегать вот такой вариант поэтому остановился на нем считаю для пробной версии то что надо следующий вариант не вариант а следующий наш этап это упаковка уже такая скажем от магазинная до для продажи вот приобрел такие картонную упаковку слава богу в моем городе есть магазинчик поэтому ничего нигде не заказывал пошел купил достаточно хорошая упаковка все картон плотно идеально все красиво вот но правда она мне не очень нравится купил я потому что опять таки она была дешевле других вариантов других аналогов почему не нравится скажу я считаю что покупатель должен видеть непосредственно то что он покупает вот это вот эта упаковка она как на как кота в мешке берешь то есть не что там внутри лежит не ясно по идее вот эту упаковочку в идеале вы еще закрыть на замок и здесь какую-нибудь такую а по пломбочку ставить то есть чтобы упаковка не скрывалась было видно что она запакована на пасеке но то есть покупатель не видит а что он берет то что там вообще какой там сот сейчас иной раз на ярмарках походишь посмотришь там такие боже мой сотовый мед продают в таких черных рамках что вообще даже страшно смотреть не то что покупать здесь тоже что покупатель будет что он там лежит в идеале бы если вы производитель сделал бы какую-нибудь окошечко здесь здесь да где то есть на было бы видно что чего и как и столько поэтому вот мне эта упаковка не нравится но купил опять таки просто потому что дешевая для пробной версии идеально подойдет я вообще дал вам совет что начинающим то это будет только пробовать например как я ребята не ведитесь вы на различные красивые истории о том что сотовый мед это вообще слушайте такой замечательный товар на нем так легко сделать бизнес да то есть мне такой шикарный спрос прямо это друзья мои все это красивые красивые слова я знаю людей которые появились вот на эти рассказы замечательные о великих продажах сотового меда накупили также вот использовали например вакууматоры то есть все вложились в это дело когда стали продавать бац а это никому не надо оказалось и спрос на него минимален им пришлось скидывать цены вообще до смешных чтобы получить хоть какую-то там прибыль да и вообще что-то получить за свою работу поэтому друзья мои будете делать начните с пробных версий сколько угодно хотите 10 20 30 там еще чего-то но попробуйте посмотрите каков спрос и на следующий год уже через год учтете все недостатки все минусы плюсы и сделаете то что надо к упаковку и сумму в общем уже проработаете до идеала поэтому сразу не гонитесь и не верьте в сказки небывалых прибыли так значит коробка то и закончили с этой следующий этап этом этикетка коробка стоит тоже двадцатник то есть это рамка 19 это двадцатник следующий этап этом этикетка этикетку тоже думал думал много вариантов у меня было но остановился вот на таком поступил просто взял несколько вариантов распечатал положил показал детям говорю какой больше нравится сказали вот это все значит делаю этот с этикеткой тоже все не совсем так просто значит когда уже заказал печать профессиональную выяснилось что одна вот такая здоровенная этикетка это где-то 110 200 с чем-то по-моему не помню размера 110 на 20 по-моему что такое ну вот выходит напечатать одну этикетку в районе 20 25 рублей я считаю друзья что этого это перебор поэтому пришлось в срочном порядке разработать вот такую вот этикеточку скажем так бюджетный вариант такого-то на размера таким образом будет размещаться вот такая этикетка стоит уже обходится где-то в 7 рублей то есть есть разница да думаю есть разница 20 и 7 рублей то есть если мы посчитаем то у нас получится рамка 19 пакет рубль это 20 упаковка 20 и это если будет 20-25 то есть мы получаем затраты на упаковку сотового меда 60-65 рублей это вообще я считают это просто заоблачные цены такого быть не должно упаковка должна быть копеечная дешево красиво качество должен быть такой вот всегда девиз использую такую этикетку но я получаю стоимость всего этого дела 40 40 47 рублей то есть уже намного дешевле но все равно и даже 47 рублей ребята это очень дорого так как ничего другого пока более-менее дешевого и подходящего на рынке я не нашел то есть пришлось использовать именно вот такие вот комплектующие такие вот составляющие все это дело если это дело пойдет будет спрос то больше чем уверен буду еще раз думать дорабатывать чтобы снизить цену еще больше чтобы затраты на упаковку не превышали я считаю что на 35 рублей то уж точно если здесь будет вылезать полкило в эту в эту в эту рамку будет полкило цена по по моему региону за килограмм составляет где-то тысяча тысяча сто пятьдесят рублей то есть ну грубо говоря один грамм рубль то есть если продавать за 500 рублей но вы знаете за 500 рублей плюс затрата 60 то есть выгода соответственно да там 440 как вы считаете нормально это будет ненормально я честно говоря не знаю я считаю что это слишком дорого слишком дорогие затраты ну вот наверное в целом все что хотел показать на сегодняшний момент что из этого получится посмотрим наверное все тогда всем удачи пока пока